друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено диким птицам а именно щеглу будем выпускать щеглов немножко конечно я припозднил хотел на благовещение выпустить это седьмого но немножко не успел так что сегодня сейчас я вам покажу как выпускаем кого я вообще поймал на что ловил и немножко поговорим о гибридизации у щегла новая самочка может быть более опытные люди скажут неправильно сделал посадил щегла с красной самкой ну попробуем пускай знакомятся адаптируются потом посажу есть еще одна желтенькая самка на примете в общем попробуем и кстати поговорим о также покажу вам яйца которые оплодотворил или не оплодотворил репил я их просвечивал еще что-то я не понял одно яйцо проковано почему-то на одном яичке обнаружил маленькую косанку не знаю будет токс этого яйца не будет и так значит по порядочку вот на такой западок хлопок я ловил птиц у нас вот уже видите почки это вот яблоня начинает распускаться тут у меня стройка по полной шурует фундамент и так значит кто не в курсе вот на такой западочек приобрел я его на ярмарке сперва купил большую часть западка вот эту на нее и ловил большую часть щеглов то я и поймал но еще некоторых щеглов выпускал допустим там когда я научился различать самочка я самочек сразу выпускал а остальных пойманных допустим самок отпустил держал самцов выбрал себе одного самца самечка щегла думал два оставить три оставить но решил одного оставить остальных всех выпущу сейчас перед вами мой трофей который мне удалось в этом году поймать они у меня пожили примерно месяца два то есть может даже больше январь пожили февраль пожили до 2 сейчас март пожили уже апрель пришел три месяца даже может чуть больше но тут все по-разному кто первый поймался кто крайний то кстати у одного щегла очень длинный массивный крупный клюв я не знаю получится показать может это взрослые не знаю в общем всех буду сейчас выпускать пускай летят у них начался период размножения или через пару недель начну пока как раз найдут парочку себе а потом пойдем сейчас в помещение покажу вам кого я оставил с кем посадил сейчас клеточку давайте наверно так клеточку откроем вот видите такая клетка на 1 открывается и понаблюдаем как они будут вылетать один пошел 2 2 улетела опять на туз 3 трое сообразили 4 4 полетел а и опять к своим вернулся вона влево сперва вправо хотел улетать а эти на на ветке сидят трое их уже посвистнули он вернулся к ним сейчас эти вылетят и пускай они стайкой вот будет такая стайка так четвертый пошел а пятый вошел да вот шестой вот они друзья все на дереве сидят видно да вот они раз два три четыре и двое ниже там на заборе сидят все пускай размножаются весной прилетают так вернемся к нашим снастям по пововле птиц в общем поняли да есть такой маленький прицепной который можно цеплять в дальнейшем думаю можно еще здесь такой же маленький купить небольшой и здесь повесить но тут дверца я не знаю удобно будет в принципе будет удобно зарядил зарядил посадил манка зарядил и допустим в лес можно уходить у меня там он лес хороший есть ведь можно будет там продолжать ловлю можно прям просто в конце огорода там тоже неплохо для ловли сегодня похолодало так вон птица прилетела как вам ее показать сейчас не знаю камера вид в общем грудка оранжевая так фокус плохо ловится ну значит я вам сейчас скажу что я заметил много стало похожая птица то ли зарянка то ли пеночка вот не знаю я в общем много прилетело разных птиц все видимо насекомоядные которые улетали на зимовку в теплые края так значит это я промою перемою высушу и наверное на хранение до осени ну может быть летом можно будет немножко попробовать так вот поставить на дереве и попытаться кого-то поймать просто посмотреть и потом отпустить то есть никого там никуда не увозить и продавать не разводить так значит отправляемся сейчас мы с вами к вольер в помещение покажу щегла у него новая самка у щегла ну и немножко поговорим про этого репела про его судьбу про яйца которые я спасал перекладывал сегодня просвечивал немножко расстроился ну пойдемте сейчас посмотрим да кстати вот уже с приходом весны разместили такие вот гамачки это специально тут такая зона отдыха гамачки тут стол будет вот хворост обрезали деревья так что весна весенние работы чесночок спололи там клубничка скоро цвести начнет так по мелочи все потихонечку зона отдыха справа гамаки а слева бетономешалка вот стоит тачка фундамент выкопом то есть работников только чуть не вижу куда они делись наверно с камеры по двору ходят про птиц снимают вот друзья перед нами репел он же реполов он же был он помещен в клеточку с желтой канарейкой желтая канарейка посидела примерно неделю с репелом и снесла в этом гнезде четыре яйца нет три яйца она снесла затем спустилась на пол и вот она чувствует себя не очень хорошо уже значит смотрите 1 апреля было первое яйцо 2 апреля второе яйцо 3 апреля 3 яйцо 4 апреля она заболела и было очень плохо 4 5 6 я так под лампочкой лекарства сегодня у нас уже сегодня у нас уже 8 9 вот сегодня 9 апреля значит у самки улучшения в плане помета вот видите сегодня с утра я поставил но где-то в 6 утра я пришел поменял ей бумагу в 6 утра а сейчас уже по времени три часа дня ну вот она ходит яйцо я кормить ее начал плотно она вот видите яйцо съела хорошо прям аппетит у нее хороший вот желточек съела тут я насыпал глины уголек глина уголек и звездка минеральный камень помял думаю пусть клюет такая вот она в принципе подвижно но бывает заснет чуть-чуть надуется и в принципе идет на поправку но очень медленно такое вот с таким я столкнулся первый раз особенно ой обычно или быстро выздоравливали или отходили в мир иной как говорится это вот медленно но уверенно выздоравливает посмотрим что да у нее по поводу кала был жидкий кал был у нее такое расстройство жидкой в белой жидкой водой ходила сейчас вы видите кал нормальность формированный вот это вот канарейка снесла 3 яйца затем я эти три яйца переложил здесь у меня есть опытная самочка вот в пятом номере это которая помните может по видео 6 яиц снесла и все вылупились потом она их бросила два птенца от голода пропали а четыре потом замерзли на их греть перестала я поздно заметил вон она сидит на яйцах я их переложил сюда сейчас я просвечивал яйца значит в одном яйце маленько как пробоина во втором яйце непонятно то ли пробоина то ли чуть такое третье яйцо целое и по-моему они пустые но еще пусть полежит я думаю два дня пусть еще потому что пока то болела пока они стыли пока это начало греть может время потеряно в общем дам им еще два дня потом просвечу но на сегодняшний день мое мнение что яйца пусты возможно что самка просто так снеслась а репил ее не оподотворил в общем такие вот у меня как сказать такая вот у меня гибридизация не знаю пока что гибрид у меня не получается может быть скоро получится так здесь неподалеку щегол щегол сидит с новой самкой сидел с желтой самкой как-то безрезультатно и самка не садится и он там как загнанная лошадь с угла в угол прыгает по клетке мечется но здесь вроде поспокойнее тут я сейчас подошел и начал снова в углу забиваться вот такого щегольчика я себе оставил на гибрид в принципе по размеру он небольшой не маленький средний подвижный здоровенький клювик у него небольшой я думаю что он молоденький потому что там были щеглы с такими большими клювами я подумал что они взрослые отпустили в общем всех отпустил сейчас видели вот попытаюсь с этим щеглом и этой самочкой что-то попробовать но посмотрю сейчас день-два посидят будут какие-то изменения будут нет снова другую самку посажу но такие вот у меня тут такие вот дела так что еще хотел сказать по поводу гибридизации щегол значит будет с этой самкой ребята писали надо зеленую какую-то такую но у меня нет зеленой якобы желтую боится а красную может тоже боится не знаю этот щегол живет у меня три месяца я думаю что он канарейку же не боится потому что я его делал я его посадил в стайку там сидела вон они там раз два три 4 5 6 там было 6 или 7 самочек он с ними прекрасно в течение месяца жил я думаю что он перестал их бояться как бы на это я опираюсь посмотрим что будет да и еще разводчики которые занимаются гибридами там дикой птицы мне советуют верни как объясняют что крепил примерно сейчас там или через неделю идет в паровку в природе вон канарейки самец кормит самочку слева самец права самка чубатая то есть самец чубатый так значит говорят по природе репел примерно через неделю через две недели начнет идти в паровку ну так мне объясняли а щегол попозже вот я надеюсь попробую еще я споровать своего репла надо только ему самку нормальную выбрать а не такая что три яйца снеслась и в обморок упала выберу ему другую самку ну к сожалению выбирать особо не с чего видите все порядочные канарейки они вон на яйцах сидят а те которые на яйцах не сидят а я их на гибридизацию пускаю а с них толку нету кстати здесь еще птенцы сегодня у нас пасмурно вам птица вся кемарит потихонечку спит сейчас покажу птенцы у меня тут новые вот здесь слетели с гнезда им уже примерно двадцать три двадцать четыре дня не 22 примерно вот такая рассветочка посмотрите вот птенчика у него видите и хохолок и он чубатники и темненьким цветом ну симпатичный а вот его родня сейчас покажу вот они сидят вот три птенчика рассветка по мне так лучше не придумаешь мне такие шапочки нравятся а тут получается они и и чубом сделано и измененный цвет довольно таки смотрится красиво ну вот такие вот у меня приятные новости пока на рейкам а по щеглам пока пока работаем как будут успехи обязательно буду все вам через видео делиться с вами буду своим опытом своими ошибками своими победами здесь у меня детский сад полный надо расширять вольет для малышей ну друзья а кстати я покольцевал покольцевал некоторых малышей чтобы брат с сестрой не встретились потом когда буду паровать об этом сниму скоро видео и вольерчик наверное больше сделаю но если успею сделаю не успею значит просто поговорим о кольцевание поговорим кого с кем паровать как правильно желательные паровки нежелательные прав кого можно кого нельзя так что друзья до скорой встречи здоровья этой канарейки пожелаем всем вам удачи пишите в комментариях подписывайтесь на канал жмите кнопку спонсировать всего всем доброго до свидания